11 мая 2010 года Московские духовные школы посетил народный артист СССР, лауреат государственной премии, солист Государственного академического Большого театра России, художественный руководитель Театра русской оперы Александр Филиппович Ведерников. Перед своим выступлением в Малом актовом зале Московской духовной академии выдающийся русский певец дал нам свое интервью. Дорогой Александр Филиппович, прежде всего хотелось бы поблагодарить вас, что вы любезно согласились дать интервью до нашего информационного портала от имени Священного Началия, руководства Московских духовных школ. Первый наш вопрос будет самым таким традиционным. Расскажите немножко о себе. Конечно, в жизни любого человека случай играет громадную роль. Это общеизвестно. Но вот так, наверное, и со мной получилось, что я волей случая родился в семье, в крестьянской семье, которая убежала, можно сказать, убежала от раскулачивания из вятских краев, из вятской губернии, в село Мокино, на Урал. Там сестра мамина была. Подчелябинск, город Копейск сейчас тогда, Копе. И начал петь еще с детских лет. Сначала пел в хоре, потом как-то меня потянуло, чтобы запевать. Я уже отдельные песни знал. Уже, вот как я вам рассказывал, в семье пели степь да степь кругом, там над Серебряной рекой. И вот стал петь. И сначала в самодеятельности получать стал премии на местных олимпиадах. А потом после окончания техникума, поступил в музыкальное училище, Свердловское музыкальное училище, сейчас Екатеринбург, имени Мусоргского училища. Два курса там окончил. И поехал в Москву. И поступил в Московскую консерваторию в 1949 году. Вот это сколько же мне лет теперь. В 1949 году я поступил в консерваторию. В 1955 году я окончил консерваторию. Надо сказать, с отличием я окончил. Он должен был быть как отличник золотыми буквами в малом зале на мраморной доске отмечен. Но поскольку уже война началась, то это все дело вот такой, эта традиция, она как бы затухла. Ну, а после Московской консерватории, вот, еще будучи студентом, я ездил, участвовал в фестивале международном в Румынии. И там занял второе место, то есть уже стал лауреатом международного конкурса, как бы. Вот. А после окончания меня пригласили в Театр оперы и балета Миньи Кирова в Ленинграде, где я проработал два сезона и спел много довольно-таки за два сезона партий всяких, вот, и Гремина, и, да, Варяцкого гостя. И даже приготовил, даже приготовил и спел два раза за партию Ивана Сусанина. Вот. С которой меня пригласили уже в Большой театр. Александр Филиппович, а скажите, пожалуйста, вот все-таки, когда говорят о великом певце Александре Ведернике, прежде всего говорят о нем, как о певце русского репертуара, как о наследнике великих русских басов, Шаляпина, Пирогова. Как вы смогли бы определить или отметить, в чем особенности русской вокальной школы? Вы ведь проходили стажировку и в Ласкало, то есть у вас очень широкий, богатый опыт. Вот именно русской вокальной школы есть какие-то отличительные черты? Я вам так скажу. Я не сторонник того, чтобы говорить о какой-то русской вокальной школе. Хотя, конечно, есть традиции в русском народе, которые очень много пели, очень много ведь. В России много пели хоры и в застольях любили петь, а раньше до революции были тысячи, буквально тысячи всяких разных в каждом школе, в каждом университете, в институте, обязательно были хоры. Хоровое пение было очень распространено. Воистину, скажем, что это было вот вокальное музицирование, и основное было музицирование. Но это идет, естественно, и от нашей православной веры, поскольку в нашей церкви основное сопровождение при службах – это пение, понимаете, основной инструмент – человеческий голос. Но если говорить о школе, вот, допустим, существовало определенное то революции. В церкви, школы, вокальные пели очень кругло на О, понимаете. Тогда из певцов церковных, которые пели в церквах, много выходило профессиональных певцов, между прочим. даже если вспомнить Михайлова, Михаила Дормидонцевича, да, вот, он же был диаконом, да, вот, и также другие, поскольку многие с детства еще в церквах и в монастырях участвовали в церковных действиях, вот этих, понимаете. И вот эта традиция сейчас, поскольку церковное пение было фактически ликвидировано в годы советской власти, эта традиция, она почти умерла, можно сказать, понимаете. Сейчас вот ее, эту традицию, которая, я думаю, пришла еще из Византии, из церковного пения, из профессионального вот такого бальканта, столь, понимаете, да. Ну, я не сторонник говорить, что вот, вот русская школа певческая, или это, я, я, я так считаю, или человек хорошо поет, или плохо поет, понимаете. А то, что это русская школа, если плохо поет, значит, это русская школа, понимаете. Если хорошо поет, то это, значит, вроде итальянская школа, понимаете. Я не думаю, видите, другое дело, другое дело, что поет, и как поет, понимаете. Другое... что русский репертуар имеют определенные традиции исполнения, определенных исполнителей, которые, вот, взять Шаляпина, вот, допустим, что русские певцы оперные, они хорошие, высокого класса, русские певцы, они обычно бывают хорошими и камерными певцами, они поют и камерный репертуар. А вот, между прочим, в Италии или за границей, этого, между прочим, редко бывает. Ну вот, если мы даже знаем каких-то, вот, допустим, Борис Кристоф, так он все-таки славянин, он был связан, он полурусский, он был связан, между прочим, и с православием, с нашим, понимаете, и с Болгарии, да, потому он очень громадный пел и камерный репертуар. То есть, фактически, он нашей традиции певец. Я слову придаю громадное значение. Слову. Поэтому всю жизнь работал и над дикцией, и чтобы... Ну, вот такой, к примеру, случай, что вот я в 1956 году участвовал в международном конкурсе имени Шумана в Берлине. И я все пел, всю классическую музыку на русском языке. и в том числе Шумана. И, между прочим, когда на втором туре я все это спел тоже на русском языке, то меня хотели снять, не пропустить, на третий тур. Но в жюри этого конкурса был Александр Васильевич Свешников, наш знаменитый мастер хора, народный артист Сервон и директор консерватории, он попросил слово и, значит, сказал следующие слова, что вот Александр Филиппович Ведельников, наш певец, известный певец, он несет в народ культуру, вот вашу немецкую культуру, культуру композитора Шумана, Брамса, Шуберта, но на русском языке, чтобы эта культура была понятна народу. Это его миссия, понимаете? А потом, вот условия конкурса, видите, тут не сказано, что петь нужно на оригинальном языке, на котором написано произведение, видите, и меня пропустили на третий тур, да, ко всему прочему, я еще занял первое место и получил золотую медаль. Вот какие бывают ситуации. Вот у меня в руках одна из дипломных работ наших студентов будущего года. Ее тема «Вера в жизни и творчестве композитора Георгия Свиридова». Известно, что вы близко знали Георгия Васильевича, что вас связывало не только творческая дружба, но и личная дружба многие-многие годы. Скажите, каким он был как человек? Каково ваше видение его церковности, отношения, может быть, к вере, к церкви, к православию, к христианству, вот такие мысли? Он очень любил, вот мы ездили с ним на его родину, в город Фатеш, который находится недалеко от города Курска. Он курянин фактически сам. И он мне рассказывал, что вот в детстве он просто обожал и любил, он несколько недель жил в доме батюшки. и вот эта жизнь, вот эта где пахла воском, медом, значит, была очень такая размеренная жизнь, значит, где не ругались, такая вот была атмосфера благодатная, вот, и он очень это любил, что вот он на всю жизнь запомнил, как одни самых приятных и прекрасных дней детства своего, понимаете, да, это раз. Теперь, видите, все его, все его творчество, все его творчество, оно пронизано идеями христианства, все, все его творчество пронизано идеями любви, любви к человеку, любви к его и слабостям, и достоинствам человека, его, вот, любовь к человеку и к России, он был патриотом, ярым патриотом, он был именно глубокий сын своего народа, его, между прочим, жизнь была вся подчинена, вот, я не помню, я просто вот не помню, не помню такого уголовного, чтобы он не говорил и не думал о России, вот, его вся жизнь была пронизана, проникнута, так же точно и его все творчество было, вот, пронизано, вот, заботой о России, о его, о судьбе России, о судьбе русского народа, эти, вот, а, ну, и о судьбе и церкви тоже, вот, я помню его маму, она приезжала, очень была суровая, похожая на бояриню Морозова, что у Сурикова, там, это, да, вот, такая суровая женщина, она, между прочим, была ярая, очень христианка православная, знала все молитвы, все, и это вообще известно, что он написал очень много, значит, вот, православной музыки, целые у него тетради, он немного проигрывал, многое уже испето, и хорами, Чернушенко, и другими, вот сейчас хорами, да, церковными, думаю, что какие-то, может, песнопения даже, может, войдут и в службу, может быть, войдут православную, на то, что он был, конечно, он был особо яро ненавидим, яро ненавидим всеми, кто ненавидит и православие, православную веру, всеми этими людьми, у него было очень много врагов из-за этого, конечно, поскольку, поскольку, он не просто писал, допустим, православа, но он еще и боролся всеми своими силами за русское искусство, боролся за искусство глубинное, искусство, которое несет в себе идеалы добра и справедливости и веры христианской, он, вся жизнь его этим проникнута, этой борьбой за это, за эти идеалы. Как вы думаете, вот его, вот эта патетическая оратория и другие произведения, там, включая, ну, как мы помним, там, разговор с товарищем Лениным и так далее, как оно сочетается, вот, с песнопениями, молитвами в конце жизни? Это противоречие? Никакого противоречия нет, абсолютно никакого. Патетическая оратория, это не просто произведение, там, это историческая вещь, это историй, это кусок истории России, это кусок истории, где народ русский, это фактически его порыв, порыв к справедливости, к хорошей жизни, к правде, порыв к правде, и, между прочим, там Ленин, Ленин, он, он, как икона, как вера в его, как бы вот, то, что он декларировал, вот, свободу, да, свободу, за землю, за волю, за лучшую долю, понимаете, да, и в этом, в этом, между прочим, это правда ведь? Это ведь была правда? Ведь миллионы людей погибли в гражданской войне за эти идеалы, ведь это, это не шутка, это нельзя так сказать. Потом, там, между прочим, допустим, другой лагерь, как бы, если говорим, Врангель, да, Врангель, он, 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 он тоже нарисован, как, как человек трагедии, и как он покидает Россию с этой молитвой, то есть, а не отпущаешь, да, не отпущаешь, и, и, и там ничего нет, между прочим, смешного, или, такого вот, гротеск есть, но это, как старая Россия уходит, это трагедия, отчалившая Русь, да, отчалившая Русь, да, это, это, если хотите, это произведение, многие хотят это сделать, чтобы умолить это произведение, как будто бы это для большевиков сделано, для коммунистов, идеологический заказ, да, идеологический заказ, но это совсем неправда, это совсем ложь, это чтобы умолить это произведение, поскольку, поскольку, это такое же произведение, как вот у Мусоргского Хованщина, где показана вся сложность гигантской ситуации в России, где Петр, где Потешный, где Досифей, где Голицын, западник, где люди, которые сгорают внутри от любви и от веры, и от веры не только человеческой, но и от веры к России и так далее. Это то же самое, это историческое произведение, которое будет жить в веках, поскольку оно – это правда. Правда России, истории, правда истории. И как известно, оно имело громадное воспитание, а у нас в то время об этом особо не писали. Не писали, я вам подскажу такой случай. Вот, допустим, в Горьково, в Нижнем Новгороде. Мы поем, так, я там и пою слова, где разговоры стоят, много разных мерзавцев ходят по нашей земле и вокруг. И вдруг встает какой-то мужчина и говорит, верно! Представляете себе? И после того, как мы почти во всех аудиториях, в конце весь народ вставал. Так не только у нас, в Англии вставал весь народ. Когда говорят о состоянии современной русской культуры, певческой культуры, часто упоминают слова Достоевского, Федор Михайлович, о том, что красота спасет мир. Вам не кажется, что сейчас время, когда нужно спасать красоту? Вы знаете, вот это очень-очень сложный вопрос. Поскольку все думают, что красота – это ерунда. Что это очень легковесное, так сказать. То есть красота – это фактически искусство, ведь фактически. Вот через искусство, да, вот и сейчас, мне кажется, власть придержащие, они недооценивают силы искусства, силы настоящего искусства. А они все искусство фактически превращают в развлечение и поклоняются только развлекательному искусству, которые вот эти хохмаческие штучки, бум-бум-бум, эти все бабкины, эти все, вот это все развращенность и распоясавшееся искусство, которое потеряло все границы красоты. Вот оно сейчас, кстати, как бы в цене, понимаете? Но это большое заблуждение. И, между прочим, все люди, все люди, которые это понимают, люди, которые понимают силу, силу красоты, они как бы все затаились, живут в затаении сейчас и ждут, что не может такого продолжаться бесконечно. Что, в конце концов, терпение у нашего народа, как известно, его нам ни у какого народа не занимать. У нас это терпение есть, но это терпение чревато взрывами. Так вот, пока терпим, пока эти люди терпят и ждут, и Господь придет, с нами Господь, потому что. И придет время, и правда искусства, как всякая правда, займет свое подобающее место. Позвольте поблагодарить Вас за такой теплый, искренний, откровенный разговор. Будем надеяться, что Вы, Ваши ученики и Ваши последователи делают все для того, чтобы и спасать эту красоту, спасать это искусство, приумножать его. И русское искусство, оно будет жить, оно будет облагораживать всех без исключения, ну и в том числе наших учащихся. Редактор субтитров А.Семкин